Приветствую вас, и для того, чтобы давать какие-то конкретные рекомендации, здесь надо бы побольше о вас информации, потому что то, что вы говорите, это очень похоже на следствие, а вот причина, первая причина того, что вы чувствуете, может быть самая разнообразная, начиная от страхов, заканчивая комплексами, нереализованными желаниями и прочим. То есть, для того, чтобы лучше разобраться в том, что с вами происходит, желательно, конечно, с вами поговорить, но на основании того, что вы написали, можно сделать вывод следующий. Что вы живете в неком социальном кругу, который требует от вас определенного поведения, определенного образа жизни, определенных поступков, действий и прочего. И вы живете так, по привычке. Вы живете так, потому что, ну, изначально сложилось жизнь именно таким образом. И вот, это чувство, чувство, по сути, стремления к свободе является ничем иным, как свидетельством того, что внутри вы готовы стать личностью. Внутри вы готовы жить самостоятельно, отдельно от тех людей, с которыми вы сейчас проживаете. То есть, вы готовы иметь свои собственные цели, как бы, отделиться от них и жить отдельно и самостоятельно. То есть, вы ощущаете, это потребность, ну, стоятельность, потребность проявлять свою индивидуальность в большей степени. Потребность в том, чтобы отделиться от того социального круга, в котором вы сейчас находитесь. То, что вы чувствуете, это не что иное, как начало личности своего роста. И если вы не будете обращать на это внимание, то рискуете испытывать тогда неудовлетворенность в собственной жизни, с собой, окружающими и прочим. Девушка, о которой вы пишете, сама по себе, возможно, ничего не значит. Но, поскольку она символизирует ваши индивидуальные предпочтения, то вы о ней думаете. Она для вас в его свободе, она для вас в его индивидуальности. Она для вас представляет что-то ваше личное, что-то только принадлежащее вам, пусть вы не встречаетесь с ней. И именно этим она для вас ценна. Соответственно, я бы начал с того, чтобы определил личные границы ваших. И расширял бы сферу того, где вы считаете себя хозяином, полноценным, полноправным хозяином данной области. То есть расширение своих личных границ, повышение притязаний, большая ориентированность и направленность вашего поведения на достижение собственных целей, на удовлетворение собственных интересов. И меньшая зависимость от окружающих вас, привычного круга людей, с тем, чтобы вы чувствовали себя более свободным. Именно таким мне видится решение. Если остались какие-то вопросы, обращайтесь в личку. Помогу вам, если мой ответ понравился, сделайте его лучшим. Пожалуйста, буду благодарен.